Самарская область Здесь помогают грамотно оформить заявку, доработать проект, оказывают консультационную и организационную поддержку. Главный автобусный перевозчик Самары приглашает водителей и кондукторов в свою команду. Автопарк пополняется новыми машинами, поэтому штат предприятия увеличивается. Для соискателей проводят стажировку, а для действующих сотрудников – постоянное обучение и корпоративные конкурсы. Иногородним предоставляется жилье. Соискателей ждут на Пугачевской 73А. Подробнее можно ознакомиться с условиями в телеграм-канале Департамента транспорта Самары. Сотрудники администрации Ленинского района выезжали на улицу Самарскую 188, где из-за проведения строительных работ метрополитена было вскрытие на тротуаре. На данный момент на участке активно ведутся работы. Подрядчик восстанавливает благоустройство тротуара, сообщает телеграм-канал Ленинского района. За размещение транспортных средств на газоне, рекреационной территории, детской и спортивной площадках законом Самарской области предусмотрена административная ответственность. Собственник транспортного средства может быть оштрафован на сумму от 1500 рублей. Если собственник – юридическое лицо, то штраф будет от 30000. За повторное нарушение в разы выше – от 3500 рублей на физические лица и от 400000 рублей на юридические. В случае обнаружения автомобилей на газоне можно направить фото нарушителей в административную комиссию района с указанием точного адреса. Важно, чтобы было видно номера автомобилей и границы газона. Материалы можно направлять на адрес электронной почты. С подробностями можно ознакомиться в телеграм-канале Кировского района.